Благодарим Тебя за очень серьезную тему, которую Ты обучаешь нас сегодня, Господи. Мы просим Тебя, чтобы мы хорошо знали это учение, которое защитит нас, Господи. Мы будем ходить свободно, слава Тебя, не страшай зла, не различая закваску. Мы молимся, Господи, благослови нас, исполни нас Духом Твоим Святым, даруй сосредоточенность на Слове Твоем во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, это послание к римлянам, восьмая глава. Послание к римлянам, восьмая глава. Это у нас 33-34 стих, как основа этого занятия. Итак, Павел здесь говорит, кто будет обвинять избранных Божьих или осуждать избранных Божьих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Слово «обвинять» – это предъявление обвинений на юридической основе. Предъявление обвинений на юридической основе. То есть предъявление законных обвинений. Кто будет обвинять избранных Божьих? Ответ какой? Бог оправдывает их. Бог оправдывает их. Это означает, что верующим у Иисуса Христа нельзя никоим образом предъявить юридически обоснованное обвинение. Итак, нельзя предъявить юридически обоснованное обвинение. 34 стих. Кто осуждает? Христос и Иисус умер. Но и воскрес. Он и по правую руку Бога, Он и ходатайствует за нас. Итак, вот она картина, которая дополняет завершенную работу Христа. Никто не может осуждать верующего в Иисуса Христа. Мы с вами должны четко знать, что мы стоим с вами лично перед Богом. Падаем ли мы или стоим? Бог силен восставить нас. Римлянам 14 глава 4 стих. Кто ты, что осуждаешь чужого служителя? То есть, мы с вами служители Христовы, мы стоим перед Христом. Мы с вами имеем статус царственного священника. Это означает, что мы с вами взрослые дети. Не те, которые в люльке лежат, потом и не могут ответить за свои слова и за свои поступки. Мы с вами являемся взрослыми детьми, которые были усыновлены через Иисуса Христа. И мы с вами вступили в наследство. И поэтому спрос нас, как со взрослых людей. Аминь. Вы со мной? Мы возрастаем с вами. Но для нас нет никакого осуждения. И также 8 глава 1 стих. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. А послание к Ефесянам, в послании к Ефесянам мы очень часто видим, по-моему, около 30 раз, что в нем, в нем, во Христе, в нем. Это наша позиционная истина. Мы с вами во Христе. И мы с вами не подвержены никакому осуждению, которое было бы предъявлено нам, но на законной, юридической основе. Потому что Христос заплатил за все. И Он не только заплатил за все, когда умер на Христе, но и воскрес для нашего оправдания. Римлянам 4, 21, 22 и 25. И также Он по правую руку Отца, чтобы что делать? Ходотайствовать за нас. Итак, видите, насколько мы серьезно сокрыты во Христе и защищены. Он ходотайствует за нас по воле Божией. То есть, Христос, как человек, встал пред лицо Отца по воле Отца, чтобы убрать всякое обвинение и осуждение Божьим людям. Аминь. Теперь мы с вами переходим к этой теме, что мы должны знать с вами, что такое осуждение, а что такое осуждение. Итак, суждение и осуждение. Я бы лучше назвал суждение, это как рассуждение. Итак, рассудите между собой, да? Рассудите в своем уме. Слово суждение или рассуждение, это означает, что у меня есть развлечение на основании учения Писания. У меня есть развлечение на основании учения Писания. То есть, в данном случае, когда мы читаем Иакова, на основании закона он говорит. Что закон это только часть Библии. Мы же с вами имеем полный совет Библии, 66 книг. Итак, рассуждение или суждение, это развлечение на основании Писания или закона Божьего, чтобы принять правильное решение. Чтобы принять правильное решение. Что же с этим делать? Итак, мы с вами должны различать. Мы с вами должны различать первое. Мы с вами должны различать закваску. И мы назовем некоторые виды закваски. Мы должны различать закваску. Следующее. Мы должны различать с вами грех. Я подчеркиваю, не осуждать за грех, а различать, что человек может жить во грехе. И здесь, в первом послании к Коринфянам, очень серьезный стих, 5 главе, 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называется братом и остается блудником». Итак, это верующий в Иисуса Христа. Он называется братом. Он в церкви находится. Но он остается блудником. Или лихаимцем, долослужителем, злоречивым. Слово «злоречивым» сюда также входит и сплетни, и клевета. Это очень серьезный грех. И пастор Стивен сказал, что он сплетни и клевета даже хуже аморальности. И это один из сатанинских грехов, сатанинского зла. Итак, и долослужителям, и злоречивым, и пьяницу, и лихищникам, с таким даже и есть вместе. Это, значит, и Павел говорит следующее, что есть, что может проникнуть закваска. И вы должны, закваска греха, вы должны различить эту закваску и на основании Писания принять решение, что же делать с этой закваской. Аминь, вы со мной. И это, значит, это должны делать пастор, должны делать старейшины церкви, принять решение, что же делать с этим человеком, о котором имеется стопроцентная уверенность, что он живет во грехе, называется братом, но он блудник и прелюбодей. Итак, принимается решение, для чего? Для того, чтобы закваска не поразила церковь. Помните, да, эту притчу Иисуса Христа, 13 глава Евангелия от Матфея, женщина положила закваску в три меры муки. Это означает, что учение, завершенное работой, туда может дьявол положить свою закваску, и это может заразить все. Итак, верующий, то есть мы сейчас с вами говорим о суждении или рассуждении. Итак, верующий должен различать также грех и также должен различать разговоры. Какой разговор? Какой дух стоит за разговором? Какой дух стоит за разговором? Когда Петр озвучил свое мнение по поводу, и это было, конечно, не его мнение, когда Петр озвучил мнение по поводу того, что сказал Иисус, что он идет в Иерусалим, и его предадут, и будут бить, и убьют, и на третий день воскреснет, Петр высказал якобы свое мнение, но Иисус видел, кто, какой дух стоит за этим высказыванием. Поэтому он сказал, отойди от меня, сатана, то есть встань за мной, то есть не маяч передо мной. Значит, ты думаешь не о том, что Божие, а что человечество. Итак, мы с вами должны различать, какой дух говорит, какой разговор идет, какая цель у того человека, который говорит неопределенные вещи. Потому что разговоры, ну, конечно, много бывает пустых слов и густословия, но также очень много разговоров, которые имеют какую-то цель, и не всегда она открыта сразу. Но мы с вами имеем Духа Господня, мы с вами обучаем Словом, и у нас есть с вами способность к развлечению. Аминь. И вовремя оставлять разговор, который может нанести мне вред. Потому что если я даже буду слушать злые разговоры, то несмотря на то, что я буду не согласен, слушайте внимательно, Несмотря на то, что я буду не согласен с тем человеком, который мне это говорит, но я продолжаю слушать, все равно смерть придет в мою жизнь. Аминь. И запишите ссылку, это книга притчи, давайте мы прочитаем. Книга притчи, 17 глава, 4 стих. 17 глава, 4 стих. Злодей внимает, то есть слушает, злодей внимает устам беззаконным. Это означает, если человек внимает устам беззаконным, он уже становится злодеем. Ясно, да? Если он слушает устам беззаконным, он уже становится злодеем. Почему? Потому что однозначно он подвержен серьезному риску, что закваска проникнет в него. Аминь. Мы можем, так знаете, с бравадой относиться к серьезным вещам и говорить, да ладно, ничего, я тут крепко стою во Христе. А Павел говорит, тот, кто говорит, крепко стоит, берегись, чтобы ты не упал. Поэтому, значит, есть мудрость, есть развлечение, и мы с вами должны развлечать. Далее, лжец слушается языка пагубного. Итак, лжец слушает, он слушает. Далее, злодей тоже слушает, устам, он слушает. И это приносит смерть и зло в его жизнь, в жизнь в данном случае, если это верующий человек, и если он открыл свое ухо, даже если он не согласен с тем, что говорит злодей или лжец, значит, все равно зло придет в его жизнь. И закваска может поразить его. Итак, мы должны различать с вами, какой дух говорит, то есть различать разговоры. Если произошло развлечение, то тогда на основании развлечения, то есть развлечение произошло на основании Слова Божьего, которое как меч разделяет, оно точное, оно выверенное. И если произошло развлечение, то тогда должно быть принято решение на основании этого развлечения. И это решение должно быть принято в соответствии с тем, что церковь должна быть защищена. Аминь. Церковь должна быть защищена. Павел говорит в 20 главе книгодеяния апостола, что когда я при моем отшествии, я могу прочитать 29 стих 20 главы, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить привратно, дабы увлечь учеников за собой. Интересно, да? Павел собрал лидеров и говорит им такие вещи. Это означает, что опасность и опасность закваски, она просто невероятно высока. Она, она, это инфекция, да? Если мы тут прячемся от этой, от инфекции гриппа, надеваем там повязки, всякие там, такие машины у нас там стоят, то закваска зла, она намного мощнее. Она намного мощнее из-за того, что у нас есть с вами веткая греховная природа, которая может легко подхватить эту инфекцию и быть заражен. Человек верующий может быть заражен. Итак, развлечение, то есть рассуждение, развлечение, и мы знаем, что это такое. У Иисуса Христа было совершенное развлечение. Он знал, что в человеке, он знал, какие мысли человека, он знал, кто может голостоять за человеком и говорить определенные вещи. Аминь. 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 Который проговорил через этого змей. Интересно, да? И значит, здесь Адам должен был находиться, тот, который различает, кто стоит за определенными разговорами, но его там не было. И Ева была увлечена. Я вам, конечно, знал, что Ева не выдержит, то есть он может ее увлечь за собой, если он увлек третью часть ангелов, которые были святыми ангелами, принеся раздор в ангельскую среду. А ангелы-то не тупые, правильно? Значит, эта личность знает, как действовать. И я вам уверен, что он стоял долгое время и изучал природу Адама и изучал природу Ева. Он стоял долгое время и не входил. Как бы эта картина такая, что как, например, хищники наблюдают за стадом в саване и смотрят, какие животные, там хромает кто-то, я не знаю, или отбился от стада, или быстро бегать не может и так далее. Тогда они принимают решение не за здоровенькими бегать, а потом запыхаешься, и желудок у тебя пустой будет, а выбирают того, который слабый, вычисляют, и потом идет атака и так далее. Дьявол стоял и наблюдал, изучал характер Адама, изучал характер Еву, Еву взвешивал, и у него был один шанс, чтобы проникнуть и чтобы увлечь за собой. И так это произошло. И поэтому мы с вами имеем место серьезным противникам, но благодати и учения Божьего достаточно для нас. Аминь. Мы не впадаем здесь в истерику и говорим, а-а-а, что же это происходит? Нет, мы с вами обучаемся, и у нас появляется ум Христа, и мы с вами различаем закваску. Давайте запишем, какие закваски есть в Писании, некоторые из них. Итак, это закваска, фарисейская закваска. Закваска фарисейская, которая есть лицемерия. Закваска фарисейская, которая есть лицемерия. Также это законническая закваска. Закваска закона. Закваска закона. Если учение завершенной работы в три меры руки положить немного, немного закваски законнической, то скоро закиснет все. И служение завершенной работы, оно просто исчезнет. То есть оно потеряет силу, потеряет Божье присутствие. Я не знаю, что дальше будет в вашей жизни. Кто-то станет пастором или лидером и так далее. Сейчас мы получаем хорошую школу здесь, чтобы нам различать. Почему? Потому что у дьяволов весь мир уже в кармане лежит. Ему нечего там делать, заниматься. Это все крутится само собой. Под удар, то есть под атакой сатанинской служение благодати и служение завершенной работы. Насчет законнических церквей он даже не волнуется. Потому что закваска сделает сама все так. И скоро там, рано или поздно, там жизнь уйдет. И останется только недовольные лица и суждение, и осуждение, осуждение, осуждение. Поэтому мы с вами должны различать. Мы с вами различаем и действуем. Дальше. Итак, мы лицемерие назвали, да? Законническую закваску назвали. Также это иродова закваска. Иродова это мирская закваска заползает в церковь. То есть мир входит в церковь. Обмерщение, так называемое. Также закваска прелюбодейства. За закваска прелюбодейства 1 Коринфянам 5 глава мы сегодня с вами прочитали. Павел здесь говорит в 6 стихе. Нечем вам хвалиться, а разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? В контексте, значит, здесь сын отца, короче, значит, это отец и сын ходят ко одной и той же женщине. То есть спят со одной и той же женщиной. Павел узнал об этом, разведал это. Это было, это так на самом деле было. И здесь принимается решение. 4 стих. Итак, это было исследовано, это было различено и принимается решение. 4 стих. Собрание ваше во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом. Это означает, это общее решение со старейшинами церкви. И Павел, как насобившийся с духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане в разрушение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Итак, человек, такой человек в данном случае, он выдворяется из церкви, из-под покрова церкви и остается один на один с дьяволом, который уж позаботится, чтобы грех привел его к разрушению его физического тела. Понятно, да? Потому что блудник грешит против собственного тела. 1 Коринфянам 6 глава, по-моему, 19. Сейчас я точно скажу. 1 Коринфянам 6 глава. Нет. Да, 18-19 стих, все правильно. 18 стих. Бегать и блудать, всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Он, блудник, наносит невероятный удар и вред собственному телу и механизмам организма и процессам, которые происходят в организме. Это просто идет разрушение организма. И это сатанинская закваска. Итак, я думаю, что мы достаточно назвали видов закваски. И далее мы переходим, что такое осуждение. Что такое осуждение? Вы со мной как у вас дела? Что такое осуждение? Мы недавно с вами прочитали, что Иисус говорит, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Аминь. Итак, это означает, что верующий в Иисус Христос стоит перед Иисусом Христом лично. И единственный, кто может судить человека, является Иисус Христос сам. Потому что Он является и судьею, Он является и законодателем. То есть, Иисус является тем, который дал закон, то есть, Он дал слово. И в соответствии с этим словом, Он будет судить. Никто не может судить никого. Почему? Потому что, если я начинаю судить, давайте откроем Якова. Якова 4 глава. Здесь четко и ясно написано, что суд принадлежит только судье и законодателю. 4 глава 11 стих. Не злословьте друг друга, братья. Где это происходит? В церкви. В церкви могут люди злословить друг друга. Злословие это не означает повышение тона только. Или злые слова. Злословие означает сплетни. Злословие означает клевета. Злословие означает принесение раздора в среду братьев. Итак, не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон. Что это значит? Будьте внимательны. Если я сужу своего брата, это означает, я осуждаю учение о осуждении, которым обучает меня Христос, и тем самым становлюсь судьей закона. Вы со мной? В данном случае закон, мы говорим, это Слово Божие, полный совет Писания. Если я осуждаю своего брата или сестру, то тогда я встаю в позицию судьи и начинаю судить учение об осуждении, которым обучает меня Иисус Христос, говоря, не делай это ни в коем случае. Понятно, да? Дальше. Кто судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона. А мы с вами кто? Исполнители слова. Исполнители учения об осуждении. Мы с вами исполнители учения о закваске. Мы с вами исполнители учения о том, кого мне слушать или как я различаю. И здесь, если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Слушайте внимательно. Если я служу верующего в Иисуса Христа, брата или сестру, то я встаю, я встаю из-за парты, и я надеваю мантию в судьи, аминь, и я занимаю место судьи, занимаю место Иисуса Христа. Истина в том, что Христос никому и никогда не отдаст своего место Судье. Аминь. Откроем Евангелие от Иоанна. Откроем Евангелие от Иоанна. И пятая глава, пятая глава, 27 стих. Вы знаете, я хочу обратить ваше внимание, что часто Иисус говорит, что Ему был дан. Аминь, вы со мной. Ему был дан. Это означает, Иисус принял это. Он не сам взял это себе. Он принял это от Отца. Это большая разница. Например, Филиппийцам, вторая глава, пятый стих, там говорится, что Он не почитал хищением быть равным Богу. Это означает, что Он ничего не украл, чтобы стать равным Богу. Он на самом деле был равным Богу. И здесь написано в пятой главе, 27 стих. И дал Ему, батя 26, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Итак, Отец дал иметь Сыну жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить суд. А кто дал? Что это означает? Что Отец дал власть Своему Сыну производить суд. Правильно, да? Это не Иисус взял себе. Запомните, это не Иисус взял себе на служение по чину Мелхиседека. Это Отец дал Иисусу Христу. Между ними так происходит передача власти. Потому что Иисус пришел на землю как Мессия, и Ему была дана благодать. И Ему была дана эта миссия от Отца. И Ему был дан суд. И дал Ему власть производить суд. Потому что Он есть Сын Человеческий. Аминь. Кто? Иисус есть Сын. Почему Он будет производить суд? Первое. Потому что Он Всеведущий. Пишите. Почему Иисус будет производить суд? И никто другой. Включая нас с вами. Включая наших жен. Включая наших детей. Ни в коем случае. Почему Иисус будет производить суд? Потому что Он является Господом, Богом Всеведущим. Иисус Всеведущий Господь Бог. Это один из атрибутов Бога. Всеведение. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 24-25 стих. Сам Иисус не верял в Себя, потому что знал всех. Итак, Иисус является Всеведущим Богом. Дальше. Иисус является Вездесущим Богом. Иисус является Вездесущим Богом. Он был там, когда-то это происходило. Он знает ситуацию до конца. Он знает всю глубину. И Он единственный, который может судить. Понятно, да? Потому что мы с вами настолько ограничены в глубине ситуации, которая происходит с человеком. Мы с вами вообще понятия можем не иметь, что на самом деле происходит. И быстро высказывать свои суждения, за которые, к сожалению, мы с вами можем пожинать нехорошие плоды в нашей жизни. Аминь. Вы со мной? Итак, Иисус является Всеведущим. Иисус является Вездесущим. Он был там. Он видел, что происходило. Он знает сердце одного человека до глубины, и знает сердце другого до глубины. Он знает причину. Он знает настоящую картину. И также Он является... Почему Он будет судить? Потому что Он есть Сын Человеческий. Это очень важно. Он есть Сын Человеческий. Иисус есть Сын Человеческий. Почему это так важно? Потому что у Него, Он, став человеком, прошел путь человека. И поэтому Он может сострадать нам в наших немощах. Понятно, да? Он может. Он терпел голод. Он был под зноем. Он был под искушениями. Он прошел путь человека. И поэтому Он знает, что это такое. Понятно, да? Итак, Всеведение. Он вездесущ. И также Он есть Сын Человеческий. На основании чего Он будет судить? Как судья. На основании чего? На основании Слова, которое Он сказал. Или на основании Закона, который Он дал. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Евангелие от Иоанна, 12 глава. На основании чего будет судить Иисус? На основании Слова, которое Он сказал. И на основании Закона, который Он дал. В принципе, это одно и то же. Потому что все это Слово Божье. Слово Божье. Сам Иисус является Словом Божиим, логос. И то, что Он говорит, является рема. Это глаголы. Аминь. Глаголы. Итак, 12 глава Евангелия от Иоанна, 46 стих. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякие верующие в Меня не оставались во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его. Ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе. Что это такое? Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Кто будет на престоле? Иисус. Кто он? Слово. Чем он будет судить? Словом, которое он сказал и которое он дал. И всякий человек остается неизвинительным. Это хорошее слово. Неизвинительным. Напишите. Давайте мы перейдем к посланию к римлянам. Вторая глава. Неизвинительным. Ты человек. Вторая глава. Первый стих. Итак, неизвинительным ты, всякий человек, судящий другого. Слово. Слово неизвинительным означает, у тебя нет никакого оправдания. У тебя нет защиты. У тебя нет защиты и никакого оправдания твоим действиям. Ты делаешь неправильно. Однозначно. Итак, неизвинительным ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что судя другого, делаешь то же самое. Это означает, когда Иисус, когда перед Иисусом Христа привели блудницу в 8 главе Евангелия от Иоанна, и когда бросили его к его ногам, и они стали говорить, ну что ты скажешь по закону Моисея, что нужно побить ее камнями. Как вы думаете, кто сидел там? Законодатель. Все правильно. Там сидел законодатель и судья, который единственный мог осудить эту женщину. А тут люди пришли с осуждением из закона, правильно, да? Но поставили уже на место судьи себя. И говорят Иисусу Христу. Ну, давай, говори. Иисус ничего не отвечает. Потом они наседают на него, и он говорит следующее. Кто из вас без греха? Это означает, вы осуждаете себя тем же судом, которым судите эту женщину. И вы находитесь в очень серьезной позиции передо мной. Вы осуждаете эту женщину, и таким же судом я могу вас всех сейчас привлечь к ответственности. Да? Я могу. Но я не пришел судить мир. Я пришел спасти мир. Аминь. Но я вам говорю, и здесь говорится в послании к римлянам, во втором стихе, а мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Это означает, если я вижу человека, делающие какие угодно дела, значит, в моем сердце ни в коем случае не должно быть осуждения. В моем сердце должно быть развлечение. Понятно, да? И развлечение приведет меня к принятию решения, что же мне с этим делать. В данном случае, если мы посмотрим, что если мне на уши присел наушник, да, или как его назвать, или сплетник, я должен его различить через что? Через писание и принять решение на основании писания не слушать его и не быть сентиментальным. Почему? Потому что если я по каким-то причинам, чтобы не показаться неловким, грубым и так далее, открою свои уши, и даже если я не согласен с тем, что он говорит, зло все равно войдет в мою жизнь. Аминь. Оно все равно. Закваска – это огромная опасность проникновения закваски. А слово «закваска» значит определение такое – это «инфекционное сатанинское зло». И я повторю, «инфекционное сатанинское зло». Инфекционное сатанинское зло. Инфекционное сатанинское зло, которое распространяется. Оно не задевает только одного человека, оно распространяется. И для этого слова есть греческое слово «понерос». Слово «понерос» — это сатанинское зло, и сам дьявол назван «лукавым». Что это означает? Это слово «лукавый» — «понерос». Это тот, который разносит инфекцию. И эта инфекция — духовная инфекция. Когда на духовном уровне человек заражается. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Это означает, что если я осуждаю другого и говорю, ты посмотри, что он делает, да? Значит, неужели я думаю, что через это осуждение я принимаю позицию, которая сохранит меня отсюда? Нет, такого не будет. Четвертый стих. «Или пренебрегаешь богатство благости и кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя в покаяние». Господь говорит, «Я жду от тебя, чтобы ты встал в правильную позицию. Я проявляю в отношении к тебе и благость, и кротость, и долготерпение, чтобы ты обучился моему учению, и научился различать, и принимал правильные решения». Аминь. Ну и давайте мы с вами еще откроем Евангелие от Макфея, 7 глава. Здесь также очень хороший стих, вернее, несколько стихов, которые говорит сам Иисус. Что это? Это Его Слово. Оно будет судить человека в последний день. Оно дает развлечение. Итак, 7 глава, 1 стих. «Не судите и несудимы будете». Это означает, мы с вами уже сказали, никто из людей не может занять место Иисуса Христа, потому что Он не всеведущ, не вездесущ, Он является грешником, и Его суд неверным, и также не Он законодатель, который дал Слово, которое будет судить этого человека. Понятно, да? Не о. Короче, вернее, человек ни при каких делах, ни при чем вообще, он не имеет ни способности, не имеет ни права судить кого-либо вообще. Судить кого-либо вообще. Я очень серьезно отношусь к таким вещам, особенно, когда люди говорят о внешнем виде человека, о его пропорции, о его умственных способностях и так далее. Это, когда человек говорит такое, он ставит себя в любом осуждении, он ставит себя в позицию такую, что Господь берет суд, которым он судит, и применяет полностью к этому человеку. Даже если тот виновен, понятно, да? А если тот виновен, другой человек, и я сужу его за то, что он виновен, то тогда Бог снимает суд с него и переносит на меня. Понятно? И переносит на меня. И мало не покажется. Иисус говорит, будет сидеть в тюрьме, пока не отдаст всего долга. Помните, да? Будет сидеть у меня в тюрьме, пока не отдаст всего долга, а его будет охранять мой стражник, закон. И поэтому, если человек начинает судить по закону, то тогда Иисус говорит, ты у меня сядешь и надолго, пока не отдашь мне всего долга. Или не примешь благодать от меня, чтобы прощать других. Аминь. Здорово. И так, ибо каким судом судите, второй стих, таким будете судимы. Какую меру мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна? Здорово, да? В моем глазу оказывается бревно. А я тут своим кривым пальцем пытаюсь сучок из глаза брата моего. Или как, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Но лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Это означает, прими сначала благодать для себя, а потом ты увидишь своего брата совсем в другом свете. Понятно, да? Прими прощение для себя и ходи в праведности, а потом ты увидишь своего брата в правильном свете. И тогда уже твое сердце не будет осуждать, и твое сердце будет защищено. И твое сердце будет защищено. Итак, давайте мы с вами, давайте мы скажем еще несколько слов. Что касается закваски, очень интересная картина. В книге Левит только в день Пятидесятницы приносили хлебы с закваской. Только в день Пятидесятницы приносили хлебы с закваской. Во все остальные праздники приносили опресноки. Все понимают, что такое опресноки, да? Это хлебы, в которых нет закваски. А опресноки это хлебы, в которых нет закваски. Только в день Пятидесятницы, праздник Пятидесятницы в Ветхом Завете, где праздники, по-моему, эта книга главная, найдете. Значит, приносили хлебы с закваской. Значит, в остальных праздниках это все были опресноки. И Иисус, о нем сказано также. Первая Коринфянам, пятая глава. Сегодня много мы берем. Первая Коринфянам, пятая глава. И Иисус, наша Пасха, заклан за нас. В нем нет закваски. И мы с вами в новом человеке бесквасны. Это пятая глава, седьмой стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. То есть мы во Христе бесквасны. То есть новый человек не грешит. Далее. Ибо Пасха, наша Христос, заклан за нас. Аминь. Вы со мной? Итак, хочу сказать несколько слов. И тем, которые слушают нас по интернету. Причастие. Что касается причастия. Послушайте внимательно. В Иисусе Христе не было никакой закваски. И поэтому причастие это хлеб, в котором нет закваски. Пресный хлеб и сок виноградный, в котором нет брожения. Это не вино. Это не вино, в котором есть брожение. Уразумели? Это не вино и никогда не будет вино. Это плод виноградной лозы. Как в хлебе нет закваски, так и что? Так и в вине нет ферментации. Нет брожения. Понятно? Итак, в день Пятидесятницы приносили квасной хлеб, но он обязательно должен быть запеченным в печи. Обязательно должен быть запеченным в печи. Это означает, что он должен быть запеченным со всех сторон. Что такое быть запеченным? Это смерть Христа. Запеченный в печи – это смерть Христа. Через огонь была проведена закваска. Смерть Христа. И у нас с вами есть, как обеспечение для нашей жизни, как верующих, у нас есть с вами крест. То есть мы берем свой крест. То есть мы с вами отождествляемся с Иисусом Христом в его смерти. И мы с вами запечены. Аминь, вы со мной. Это означает, что закваска в нашей жизни подверглась большой температуре, огню. И поэтому мы с вами возлюбили праведность и возненавидели беззаконие. И мы с вами новое тесто, бесквасное тесто во Христе Иисусе. И только во Христе Иисусе мы можем быть с вами свободны от закваски. Остальное все... Аллилуйя. Этот мир заквашен, и скоро эта закваска вырастет в определенную конфигурацию и так далее и тому подобное. Закваска – это сатаминская инфекция. Обязательно день Пятидесятницы. А день Пятидесятницы означает церковь, рождение церкви. Но церковь святая и непорочная, и неповинная, и нет никакого осуждения. Хотя есть закваска, бедкая греховная природа, но она должна быть запечена. И отождествлением с Иисусом Христом в практической жизни, когда мы с вами берем свой крест и исполняемся Духом Святым. И наш ум преобразуется, и мы с вами становимся теми людьми, которые перестают осуждать, которые начинают различать на основании Писания. И в соответствии с различением на основании Писания мы с вами принимаем решение оградить себя от закваски, оградить свою семью от закваски, оградить церковь от закваски. Аминь. Потому что еще один стих, очень важный, я думаю, в притче 17 глава 13 стих. Притча, это очень серьезная вещь. Притча 17 глава, да что тут вообще не серьезно, да? Но 17 глава 13 стих. «Кто за добро, кто за Божье добро воздает зло, от дома того не отойдет зло». Серьезно, да? Если человек за Божье добро, например, если, и пастор Стивенс говорил о мужах Божьих, о служителях, о пасторах, о лидерах, которые служат Божьим добром, аминь, вы со мной? И это не они себя поставили. Иисус, это как Христос, не он себя поставил. Но ему была дана власть стать судьей, стать спасителем и так далее. Итак, в отношении пастора Стивенса, сколько людей получили воздаяние за их отношение, по отношению к этому лидеру, который стоял перед Богом. Это просто невероятно. И также, значит, мы с вами обучаемся следующему, что обвинение на пресвитера или на пастора нельзя принимать, кроме как если есть два свидетеля. Аминь, вы со мной? Потому что сатанинская задача кого? Поразить кого? Пастора, лидера. И тогда, что разбегутся все овцы. И поэтому есть развлечения, есть параметры отзыва лицензии и снятия пастора, но это должно быть доказуемо и не меньше двух свидетелей должно быть. И тогда этим уже занимается совет старейшин, и тогда этим занимаются лидеры церкви. Для чего? Не для того, чтобы, значит, навредить этому человеку, который живет во грехе в данном случае, и ему не хочет раскаиваться, для защиты церкви. Потому что церковь должна быть защищена от чего? От закваски. И нужно быть различающими. А как быть различающими, если у меня эта книга закрыта? И я принимаю мнение людей. И на мнениях людей сужу о других людях. Очень интересный был стих, 23 заключение, 23 глава притчи. Избрюешь. Да, серьезное слово. 23 глава книги притчи. Здесь мы видим. Шестой стих. Не вкушай пищи у человека завистливого и не причащайся лакомыми явствами его. Лакомые явства могут быть также слова. Помните притчи? Слова наушника, да? Как лакомство. Лакомые явства завистливого. Итак, здесь говорится. Не вкушай пищу у человека завистливого и не причащайся лакомыми явствами его. Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобой. Кусок, который ты съел, избрюешь. И добрые слова твои ты потратишь напрасно. Это означает, если я принимаю от завистливого или злого человека злую информацию по отношению к человеку, то я тогда все свои добрые слова по отношению к этому человеку потерял. Понятно, да? Если я принимаю мнение или слова злого человека, кто бы он ни был там, по отношению к другому человеку, то это означает, что я глотаю этот кусок, который я впоследствии, что у меня выйдет он. Я изблюю, и тогда у меня не будет в моем сердце ни одного хорошего слова по отношению к человеку, которого я даже не знаю. Почему? Потому что я принял информацию и стал смотреть его глазами на этого человека. Если я это сделал, в мою жизнь вошло проклятие смерти. И это грех. Что делается с грехом? Куда мы идем с вами, когда согрешаем? Мы идем с вами к престолу благодатию, к Иисусу Христу. Сразу же. Чтобы закваска не завладела большими многими областями в моей жизни, в моей семье, на моей работе. Сразу же идем к Иисусу Христу и говорим, Господи, прости меня, это грех. Это сатанинский грех. Я осудил. Я не судья. Прости меня. Ты разберешься с этим человеком. Я свои руки и свое сердце убираю. И тогда, в этом случае, грех прощен. И тогда Господь возвратит те добрые слова, которые я скажу этому человеку. А кто знает, может быть, он будет моим другом. Правильно, да? А дьявол хотел лишить меня друга. Во Христе. Аминь. Отец наш, небесный, благодарим Тебя за эти мысли, Господи. Обучай нас. Мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в Слове Твоем, в учении Твоего Слова, чтобы различать, чтобы принимать решения на основании Твоего Слова. Хранить свое сердце, хранить свою жизнь, хранить свою семью, хранить церковь от закваски зла. Спасибо Тебе, Господь. Мы запечены в Тебе. Мы сокрыты в Тебе. Мы умерли вместе с Тобой. Поэтому Ты, Судья, и Ты, Судьи, Господи. А Ты, Судья, который даешь милость и благодать. И долго терпишь, долго терпишь, долго терпишь. Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в похоронение. Распусти нас с миром во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.